МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голосуют в автобусе, в уличных шатрах, на дому. Последний день досрочного голосования за поправки. Более 60% альметьевцев уже сделали выбор. Голосовать за свою конституцию. Костюм для тех, кто знает все о ПДД и мультгероях, которых создали школьники. Конкурс «Цвета жизни». Участники удивляют креативом. Мы донесли идею нашего видеоролика до людей. Хорошая новость для тех, кто соскучился по спортзалу для пенсионеров. Возобновляются бесплатные тренировки. Кому на занятия по-прежнему нельзя. Все были очень рады. Это тема выпуска. В эфире новости альметьевска в студии Елена Морданшина. Здравствуйте. В июле жители Татарстана ждут два дополнительных выходных дня. Первая и последняя рабочие недели июля будут сокращенными. Первое и 31 число объявлены днями отдыха. В среду, 1 июля, состоится день общероссийского голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. В пятницу, 31 июля, в Татарстане объявлен праздничным днем в связи с проведением праздника Курбан-Байрам. При этом 30 июня не сокращается, так как не является предпраздничным днем, а рабочее время 30 июля будет сокращенным на 1 час. Более 60 избирателей в Альметьевске приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию страны. Досрочное голосование продлилось 6 дней. О том, как работали участки в эти дни, расскажет наш корреспондент. Это, пожалуй, самый необычный избирательный пункт в городе. Автобус ездит по жилым кварталам, но за пределы своего избирательного участка не выезжает. Это первый и пока единственный передвижной участок для голосования. Эффект наблюдается, что именно рядом во дворе, то, что не надо идти в обычный пункт станции переливания крови. То есть все-таки расстояние занимает то, что удобно. После работы люди увидели, подошли, проголосовали. То есть это увеличивает количество голосующих. В остальном УИК номер 814 схожа с другими 115 избирательными участками в районе. На входе здесь замеряют температуру, выдают маски, перчатки и ручки. На 30 июня здесь проголосовало 1830 человек. Я считаю, что важен каждый голос. И мы зависим, кто нами управляет. И наши дети, их жизнь зависит от этого. У нас, наверное, долг, как и всех граждан России, проголосовать за свою конституцию, за хорошие изменения, чтобы было все хорошо в нашей стране и в Татарстане, тем более. Для того, чтобы сократить риски заражения коронавирусом, некоторые участки расположили на улице. Голосование на открытом воздухе – одна из рекомендаций Роспотребнадзора. Другие участки по-прежнему открыты в зданиях. Тут разработана схема передвижения участников голосования с разделительными линиями в полтора-два метра. Входы и выходы разделены. Почти три тысячи человек в Альметьевске пожелали голосовать на дому. К ним со всем необходимым для голосования отправили избирательную комиссию. Выездная группа тоже соблюдает все меры безопасности. Работают только в масках и перчатках. Квартиру не заходят. И даже урна для голосования остается ждать бюллетеня в подъезде. В целом, по данным, предоставленным территориальной избирательной комиссией, на 30 июня в Альметьевске проголосовали 64% избирателей. Это более 71 тысячи человек. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. 1 июля – это основной день. Голосования по поправкам к Российской Конституции в Альметьевске будут работать все 116 избирательных участков. С собой избирателям нужно взять только паспорт, средства защиты и даже ручку. При необходимости выдадут на участки. Проголосовать можно и на дому. Для подачи заявки еще есть время. В эту кампанию голосуют на дому все желающие. Кто-то мамы с детками не могут прийти, кто-то пожилые, кто-то просто боится заразиться. Они все имеют возможность пригласить участковую комиссию на дом. Заявки для голосования на дому принимаются сегодня до 8 часов, а завтра, 1 июля, до 17 часов вечера, заявки по телефону принимаются на участки. О важности участия в голосовании напомнил и глава района Тимур Нагуманов. Он провел традиционный прямой эфир в социальной сети, где также подвел итоги работы за прошедшие дни и ответил на вопросы жителей. У всех у вас есть шикарная возможность завтра дополнительно отдохнуть. Выходной день связан с проведением всенародного голосования по поводу поправок в Конституцию. Поэтому завтра я призываю вас всех, кто еще этого не сделал, обязательно с утра проснувшись, собраться, сходить на избирательный участок на ваш, проголосовать, потому что нам крайне важно мнение каждого из вас по поводу поправок. То есть у вас есть абсолютно полное право высказаться, вы можете сказать да или нет. Это ваше конституционное право, которое у вас никто не отменял. Но очень важно, чтобы максимальное количество из нас приняли участие в этом голосовании. В Татарстане зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19. Все являются контактными. 25 пациентов находятся в больницах, 16 человек с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 4555 фактов заболевания COVID-19. Скончались 16 человек, у которых был подтвержден коронавирус. В нашем городе новых случаев нет всего. За время пандемии в Альметьевске COVID-19 был подтвержден у 49 человек. 2 июля несколько домов в первом поселке Альметьевска временно останутся без холодной воды. Об этом предупреждает Альметьевский водоканал. Из-за ремонтных работ в четверг с 8 утра холодная вода будет отключена в домах 11, 3 и по улице Фахредина, и по улице Сулеймановой в 10 доме. Без воды останутся и некоторые дома по Советской и детсады номер 49 и 56, здание военного комиссариата и колледж физической культуры. Подачу возобновят, когда работы завершатся. Глава района Тимур Нагуманов объехал территории, включенные в программу «Наш двор». Участвовали в объезде также руководители городских организаций. На месте обсудили вопросы благоустройства территории. Напомним, реализация программы рассчитана на ближайшие 5 лет. За это время в республике планируют отремонтировать более 6,5 тысяч дворов. В Альметьевске в рамках программы благоустроят свыше 500 территорий. Альметьевские школьники приняли участие в конкурсе по ПДД «Цвета жизни». Он прошел при поддержке отдела ГИБДД и территориального управления «Безопасность дорожного движения». Участники снимали тематические видеоролики, изготавливали социальные баннеры и создавали мультипликационных персонажей. Какие работы были признаны лучшими, знает наш корреспондент. Традиционный конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в этом году прошел не совсем обычно. Из-за пандемии коронавируса его провели в дистанционном формате. Но, несмотря на ограниченный режим, участники удивляли креативом. На конкурс было заявлено более 300 работ. Старшеклассники сельских и городских школ отправляли работы на электронную почту Центра детско-юношеского творчества. Самые достойные были представлены в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. Наши дети активно участвовали в этом конкурсе «Света жизни», приняли активное участие во всех номинациях и, конечно же, заботятся о своем здоровье, о здоровье всего населения. Когда сталкиваешься с дорожно-транспортными ситуациями или происшествиями, когда становишься свидетелем этих дорожно-транспортных происшествий, то сразу задумываешься о том, как важна эта работа. Ребята смогли проявить способности в пяти номинациях. Одна из самых полюбившихся участникам – видеоконкурс. Победителем в ней стала ученица 12-й школы Полина Вахитова. Вместе со своей командой они сняли видеоролик. В данном видеоролике было два героя. Один символизировал отца, а второй – сына. И отец должен был уследить за ребенком, чего он не сделал. Но чуть позже он вспомнил о ребенке и предотвратил аварию. Мне понравилось быть участником данного видеоролика, потому что мы донесли идею нашего видеоролика до людей. Ведь мы считаем, что из-за того, что существует сеть интернет, люди смогут посмотреть наш видеоролик и понять его смысл. Участница конкурса Екатерина Галкина стала одной из победительниц в номинации «Мультгерой ПДД». Она нарисовала девушку, на которой изображены дорожные знаки. Я считаю, что это всегда актуальная тема, потому что сейчас транспорта на улицах довольно много. И проблема, например, также с мобильными гаджетами тоже очень сильно распространена. В номинации «Эскиз костюма» на тему «Мода на ПДД» команда Марселя Давлетшина представила две работы, которые отражают тематику конкурса. Главное условие – изобразить его нужно было от руки или с помощью компьютерной графики. За основу мужского костюма я взял костюм работника ДПС, но он более свободный был. А за основу женского костюма я взял раскраску светофора. Там шапка была красная, верхняя одежда была желтая и низ, соответственно, был зеленый. По итогам конкурсов в каждой номинации были определены победители. Они получили электронные дипломы. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В Альметьевске возобновляют работу спортивные клубы для пожилых. К занятиям допускают пенсионеров до 65 лет. Тренировки будут проходить в спортивном комплексе МИРАС на каждый, строго следя за тем, чтобы участники соблюдали социальную дистанцию, также в помещениях проводят тщательную дезинфекцию. Ангелина Хабибулина продолжит тему. На занятиях в группах не более 8 человек. Теперь эти требования пенсионеры, не достигшие 65 лет, должны соблюдать на занятиях в спортивном зале. Для них проводят бесплатные тренировки на тренажерах, групповые занятия по зомби и пилатесу. То, что организовали, большое-большое спасибо. Хоть куда-то мы можем выйти, чем-то позаниматься и более-менее общение. Большое спасибо, кто это организовал. Добраться до места назначения пенсионеры могут на велосипедах, которые для них закупил Совет ветеранов. Всего более 150 штук. С 1 июля мы начинаем свой спортивный сезон для наших спортивных клубов. Мы благодарны ПАО «Татнефть», лично генеральному директору «Татнефть» Магану Налифатовичу, что он предоставил нам МИРАС для того, чтобы заниматься физкультурой здесь, плавать. Ну а приезжать мы будем сюда на велосипедах. После тренировок в зале пенсионеры могут пойти в бассейн и заняться оздоровительным плаванием. На каждое занятие выделен один час. До 15 июля посещать бассейн пенсионеры могут бесплатно. У них тройная тренировка, вы представляете? Вот нам молодым еще можно позвать. То есть они сюда приехали на велосипеде, позанимались тренажером в зале или потанцевали, допустим, под музыку, да, ну со специальными упражнениями, и еще пошли в бассейн. То есть у них первая половина дня практически они посвятили себе. Физкультурно-оздоровительные тренировки проходят и в городском парке. Занимаются здесь в основном аэробикой, стретчингом, бодифлексом, выполняют дыхательные упражнения, суставную гимнастику и упражнения для глаз. На тренировки могут допустить от 30 до 40 человек. Главное, чтобы соблюдалась социальная дистанция между участниками. Занятия в прежнем режиме, признаются, ждали с нетерпением. У нас созданы группы в WhatsApp, и мы постоянно переписывались, и все говорили о том, что соскучились по тренировкам и по общению. Поэтому все были очень рады вновь нашим занятиям. Ангелина Хабибулина, Ильишат Бахтиев, Альметьевск ТВ. И расскажем о погоде на предстоящие сутки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Там мы размещаем полные выпуски передач, оперативную информацию и полезные статьи. Связаться с нами удобно через мессенджер WhatsApp, а также страницы в соцсетях. Кроме того, в Instagram и ВКонтакте вечерний выпуск выходит в прямом эфире. Заходите и подписывайтесь на уведомления о трансляциях, чтобы не пропустить. На сегодня это все новости. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова